Как сообщил в ходе общения с представителями СМИ замглавы города, в настоящее время сформирована и приступила к работе специальная комиссия по подготовке к осенне-зимнему сезону. В первую очередь мы должны до 15 сентября выдать паспорта готовности на жилой фонд. Для всего у нас больше 600, около 700 это многоквартирные дома, которые сейчас предъявляются МУП КБУ. По постановлению мы поставили срок предъявления жилого фонда управляющими компанией МУП КБУ 10 августа. На 99% он был выполнен. В данное время КБУ проводит опрессовку отопительных систем. Дома, которые вызывают вопросы, берутся на особый контроль администрации. Владимир Захаров отметил, что большинство управляющих компаний приемку прошли и им выдаются паспорта готовности. Также к подаче теплоносителя подготовлены и котельные, как частные, так и муниципальные. Также в планном порядке готовится к зиме не муниципальная, а частная котельная ТГК-1. По ТГК-1 хочу сказать отдельно, что есть вопрос определенной задолженности МУП КБУ перед ТГК за поставленную теплоэнергию. Эта работа и ситуация находятся на контроле администрации. Подписан график погашения задолженности между ТГК и КБУ. Задолженность КБУ перед котельной образовалась из-за весеннего сбоя в графике платежей, связанного с неплатежами населения во время действия режима самоизоляции. Запас угля на котельной ТГК-1 достаточный, чтобы обеспечить полноценную работу. Сети, которыми владеет администрация, находятся в подведении МУП КБУ в течение лета, подвергались капитальному ремонту, текущему ремонту. Мы переложили в однотрудном исчислении порядка трех километров. Это больше, чем в прошлом году. Работы по замене изношенных узлов на теплосетях продолжаются. И Владимир Захаров попросил горожан отнестись с пониманием к временным отключениям воды. Хочу вам сказать еще о том, что мы отключаем от теплоносителя, отключили 391 многоквартирный дом на двух котельных. Это ТГК и котельная Вега. Это приносим сразу свои извинения перед жителями. Мы это были вынуждены сделать, потому что надо решать технические вопросы. Работы по замене компенсатора на магистральном трубопроводе котельных ТГК-1 и Вега должны быть завершены к 30 августа. Предположительное начало отопительного сезона – 15 сентября, но это будет зависеть от погодных условий. Субтитры создавал DimaTorzok